Всем привет, друзья! С вами компания 3DTool. При подборе фрезерных станков с ЧПУ важно понимать функциональное назначение и возможности той или иной модели оборудования, и исходя из этого определять, может ли выбранный вами станок решать поставленные перед ним задачи. Например, даже если в описании станка указано, что он способен обрабатывать некоторые виды металлов, и это еще не значит, что он будет справляться одновременно хорошо с обработкой стали и алюминия. А чтобы станок справлялся с поставленной задачей, он должен отвечать ряду требований. Что это за требования и каким должен быть такой станок? Разберемся на примере настольного фрезерного станка с ЧПУ по металлу Сикон и СПД-330. В первую очередь рассмотрим заявленные характеристики СПД-330. Согласно заявлению производителя, станок рассчитан на работу с мягкими металлами – медь, алюминий, латонь и другие. Достаточно большая рабочая область – 290 на 290 на 290 – позволяет разместить крупные заготовки разных форм. Также при необходимости Сикона СПД-330 может комплектоваться поворотным устройством и станочными тисками, что значительно расширяет возможные приемы обработки. Станок также обладает внушительным весом. Это положительно сказывается на виброустойчивости. Как видно из характеристик, вес станка Сикона СПД-330 составляет приличные 125 кг, а с заготовки может достигать и 135 кг. Перейдем к подробному описанию внешнего вида. С фронтального ракурса мы можем увидеть широкую и глубокую кивету рабочей области – жертвенный стол с треслотами для фиксации заготовок, шпиндель в защитном кожухе, крепление для DSP-пульта и логотип компании-производителя. С левой стороны можно обнаружить красную кнопку аварийного выключения станка, прозрачный резервуар помпы с охлаждающей жидкостью, подсоединенный к радиатору с установленным на нем вентилятором, приемный канал СОЖ под кюветой и прорезиненные ножки станины. Система охлаждения шпинделя выполнена в виде замкнутого контура с возможностью долива и представляет из себя аналог небольшого чиллера с активно охлаждаемым радиатором. Довольно интересная схема. На задней части станка расположилась дверца отсека электроники, разъем питания на 220 вольт, автоматический выключатель, кабель подключения DSP-пульта и сливное отверстие приемного канала кюветы с разъемом под сеточку для задержки крупного мусора, а также гибкая трубка подачи СОЖ. На правом боку секона SPD-30 расположен разъем подключения датчика нуля по оси Z, однако в нашей комплектации он отсутствует. Табличка с характеристиками, решетка вентилятора, ящик электроники, лампа подсветки с гибким основанием и кнопка включения шпинделя, чуть выше которой находится пульт управления оборотами и режимом его работы. Здесь же расположился запорный затвор системы СОЖ и гибкая подводка. Комплектация станка включает в себя следующие предметы. Водяную помпу с набором переходников, датчик нуля по оси Z, прозрачные защитные пластины из оргстекла, набор оштолых ключей, набор шестигранников, набор фиксаторов заготовки, две цанги под патрон ER11, кабель питания, сеточку кювета СОЖ, USB кабель, трубка СОЖ, DSP пульт А11, а также саму СОЖ, установленную на станке. Одним из основных отличий специализированного станка с ЧПУ по металлу, от так называемых универсальных станков, на которые просто устанавливают систему СОЖ, является кинематическая схема. Станок Сикона из PD3030 обладает подвижным столом по оси Y. Сам портал неподвижный, это позволяет избежать лишних люфтов и паразитных колебаний в процессе работы. Данный тип станков называется продольно-фрезерным и в нашем случае имеет конфигурацию с двумя стойками по оси Z. Такой тип пинематики обладает жесткостью портала на порядок выше классических портальных станков, где перемещается только портал, за счет чего достигается точность обработки металла, а станок оправдывает свою специализацию. Для передачи момента от шаговых моторов на каретке осей используются немецкие шариковинтовые пары класса точности из СОП-5, тип винта 1605 по всем осям. А в роли направляющих для кареток служат тайваньские рейсовые направляющие Хивин класса точности из СОП-5, установленные также по всем осям. За счет наличия защитных экранов для механики осей в виде гармошки, плотно закрывающих подвижные элементы механики, увеличивается интервал обслуживания станка, так как капли СОЖ и мелкие элементы стружки и мусора не оседают на направляющих и не загрязняют смазку этих элементов. Сикона СПД-330 может похвастаться мощным шпинделем с водяным охлаждением на 1,5 кВт мощности с частотой вращения 6-24 тысячи оборотов в минуту. В рабочем состоянии шпиндель закрыт защитным кожухом и имеет гибкую подводку СОЖ, а также замкнутую систему охлаждения, по которой циркулирует хладагент. Также шпиндель обладает патроном типоразмера ER-11, позволяющим устанавливать фрезы с размером хвостаяка вплоть до 6 мм. Также шпиндель можно поднимать и опускать в кронштейне, благодаря системе зажимов, выигрывая дополнительные сантиметры. Сикона СПД-330 работает от стандартной розетки переменного тока на 220. Потребляемая мощность может достигать до 2 кВт единовременно при условии полной загрузки и работе на полной мощности вращения шпинделя. В довольно крупном шкафу на задней стенке станка расположилась вся основная электрика и управляющая электроника. В верхней правой части шкафа находятся драйверы шаговых моторов LiadShine MicroSpec по одному на ось. В левый блок питания светодиодной лампы освещения рабочей зоны на гибкой подводке. В нижней части слева находится также хорошо знакомая и отлично зарекомендовавшая себя плата управления ричаута со свежей аппаратной прошивкой. Справа расположился частотный преобразователь спинделя. Управление данным инвертором вынесено на лицевую панель станка. Также нужно отметить, что по всем осям чипов установки Сикона СПД-330 оборудован индукционными концевыми датчиками, чувствительностью которых можно регулировать специальными алгоритмами с помощью DSP-пульта, который также входит в базовую комплектацию. Чипов Сикона СПД-330 оборудован системой DSP в виде выносного пульта управления управляющей платы ричаута 11. Вкупе эта система позволяет выполнять любые действия, начиная от движения осей, заканчивая программированием размеров рабочей области станка, показателей ускорения движения и прочих настроек. Если говорить более подробно, он позволяет производить перемещение, задавать нулевую точку, менять скорость подачи, в том числе в процессе обработки, продолжить гравировку с нужной точки, например. DSP-пульт также управляет отправкой рабочей программы G-POD, которую можно загрузить с USB-флеш-накопителя, что здорово упрощает процесс работы со станком, так как не требуется его постоянное подключение к ПК. Органам управления тоже относят пульт управления инвентором, оборотами шпинделя, а также кнопки аварийного выключения и рубильник автомата на задней стенке станка. Про них мы уже говорили ранее. Подготовка управляющих программ, как правило, выполняется в хорошо знакомом и привычном опытным оператором программном пакете Autodesk ArtCamp. Однако станок совместим и со многими другими, как или КАМ-программными обеспечениями. Давайте посчитаем задание, отправим станок в работу и оценим получившийся результат. Для начала откроем Autodesk ArtCamp. Настроим параметры поля и выберем файл. В качестве примера это будут небольшие скругленные прямоугольники. Для демонстрации работы мы подготовили другое задание. Теперь выберем тип инструмента. Настроим тип обработки при выборке. Установим глубину выборки и зададим толщину заготовки. Ну что ж, файл готов. Теперь необходимо опустить шпиндель в прижиме, так как высота заготовки слишком низкая. Далее установим обрабатывающий инструмент. Все готово, мы можем запустить задание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получились вот такие забавные силуэты котиков. На весь процесс ушло примерно 15 минут. Давайте дадим станку задание посложнее. Это будет объемная 3D-гравировка. Понаблюдаем процесс в таймлапсе. Продолжение следует... Итак, что можно сказать про этот станок? Секона СПД-330 явно обладает специализацией на обработке металлов. Об этом говорят наличие мощной станины с либроустойчивой кинематикой, встроенная система СОЖ со сборной кюветой и сливом отработанной жидкости, высокооборотистый шпиндель с мощным инвентором, кинематическая схема с подвижным рабочим столом и неподвижным порталом, а также защищенные специальными кожанкими узлы механики. Все эти факторы явным образом говорят о конкретной специализации станка, так как обработка мягких металлов пусть и неповышенной твердости накладывает определенные обязательства, такие как повышенная виброустойчивость, возможность охлаждения заготовки в процессе выборки фрезерования материала, а также прецензионную точность работы станка и удобство управления. Несомненно, наш обзор наглядно показал соответствие всем этим требованиям рассматриваемого фрезерного станка с ЧПУ, и мы уверены, в деле он покажет многообещающий результат. Резюмируя все вышесказанное, можно с уверенностью назвать фрезерный станок Секона СПД-330 отличным вариантом для развития вашего бизнеса по металлообработке. Расширению станочного парка в уже существующем предприятии или внедрении и оптимизации существующих производственных линий. Что ж, а на этом у нас все. Большое спасибо за просмотр, надеемся, обзор был для вас полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди много интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok